Так и знай, я уеду в Иваново, потому что Иваново у нас в Российской Федерации. Город невест Перезагрузка. Иваново в стране знают как родину Первого Совета, русский Манчестер и место, где множество незамужних девушек. Именно последний бренд представляется дизайнеру Павлу Белому наиболее финансово перспективным. Мужчина разработал проект усовершенствования имиджа города, превращение Иваново в матримониальную столицу страны и привлечение сюда свадебного туризма. Люди датят уйму денег для того, чтобы сформировать бренд. А он у нас, кроме того, что сформирован уже, он сформирован людской молвой. На первом месте в любой одентике городов стоит туризм, потому что люди привозят деньги сами в город. А вот на втором месте только уже идут экспортные бренды, которых сейчас у нас нет. Павел разработал примерный свадебный маршрут для туристов и места, которые пары молодоженов должны будут посетить. Сегодня мы уезжаем за город, к сожалению. А так в парк Степаново можно. 905-го года там очень красивые, красивые места. На набережную Пушкину можно поехать, сфотографироваться. На лошадях. По задумке автора проекта маршрут молодоженов, что логично, должен начинаться от Ивановского ЗАГСа. Влюбленные поженились и отправляются дальше. Следующая точка маршрута – это музей Ивановского СИЦа, а точнее подземный переход между двумя музеями, который, по задумке автора, может быть символичным переходом от жизни незамужней к жизни в браке. Третья точка маршрута располагается на площади Пушкина. Здесь Павел предлагает поставить памятник невесте в наряде 19-го века. По мнению дизайнера, сейчас главная площадь города недостаточно красива и туристов привлечь не может. Идея должна быть целостная. Здесь далеко находится ЗАГС. И там часть свадебного ивента сделать, чтобы он завязывался с той частью ивента, которая здесь. То есть поставить памятник невесте пушкинских времен или самого Пушкина, Натальи Гончаровой. И все это будет в один маршрут завязано. Второй памятник по задумке должен быть установлен на кольце автовокзала, чтобы приезжие сразу понимали – они попали в свадебную мекку. Третий – у современника. Предлагает Павел также поменять герб. Приблизительный макет он уже разработал. Две неесты, потому что у нас день рождения города отмечался в конце мая, а это по гороскопу близнецы. И получается у нас две неесты – близнецы на гербе. То есть вторят этому всему. И самое главное – принт на платьях невесты. Это специфический ивановский принт ивановских ситцев. Иванову нужен рабочий бренд. В этом уверены профессор Ивгу Михаил Тимофеев. И город невест может стать таковым. Бренд – это привлекательный образ, который можно монетизировать. И он должен приносить пользу жителям. Отчасти в этом и проблема. Далеко не все ивановцы рады такому наименованию. Здесь еще и такая стигматизация жителей. Что вот мужчинам повезло, что они в этом городе живут. Девушкам не повезло, что их здесь слишком много. И, насколько мне известно, далеко не все ивановцы в восторге от этого обозначения. Далеко не все поедут жениться. Но что делать в Иванове тем, кто уже женат или замужем. Их нужно тоже привлекать. Но для этого должны работать другие части бренда. Ну и, конечно, проблема не только в этом. Изменить герб невозможно. Ставить памятники очень дорого. Несколько лет назад идея превратить Иванова в свадебную столицу уже появлялась. Тогда предлагали создать музей невесты. Там просто очень глобальная была такая задумка. На этапе обсуждения котлована, где он будет. Ну, то есть, что надо строить здание под это. Я-то думаю, что можно было даже начать с какой-то экспозиции небольшой в уже существующем музее. Допустим, у нас город сейчас многонациональный. Можно было бы показать костюмы разных народов, невест. Елена Тугаринова считает идею свадебного города перспективной. Но не до фанатизма. Она уже 9 лет организует марафон «Сбежавшие невесты». В ярком шоу приняло участие около тысячи девушек. Свою идею Павел Белый уже презентовал Алексею Хохлову. Теперь планирует проект рассмотреть вместе с новым мэром. Дизайнер очень надеется награда начальника. Так как Владимир Шарыпов в социальных сетях отмечал, что хотел бы, чтобы в Иванове появился благоустроенный сквер с памятником невесте. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.